Канобу.ру представляет Слухов по поводу последнего переноса Гран-Туризма 5 ходило много. Причиной называли как желание выпустить игру поближе к новогодним праздникам, так и недостаточное количество напечатанных дисков. Но по недавно появившейся информации из достоверного источника, причина весьма злободневна – пиратство. Диск, который уже почти вышел в печать, содержал старую прошивку, которую как раз недавно взломали. Паранояльное руководство компании Sony в последний момент решило поменять прошивку на более свежую, хакоустойчивую. Но график печати блюрей-дисков на заводе довольно плотный, и найти свободное место в очереди было непросто. Отсюда и задержка с выходом игры. А у поклонников серии зато появился очередной повод плюнуть в лицо находчивым цифровым корсарам. Многие считают, что ритм игры исчерпали себя, а рынок переполнен однотипными штамповками. Счастливыми обладателями последней части гитар Hero Warriors of Rock за первую неделю продаж стали менее 90 тысяч американских игроков. Для сравнения, знаменитая третья часть разошлась почти полуторамиллионным тиражом за первые же пять дней, а World Tour едва преодолел барьер в полмиллиона копий за неделю, и Warriors of Rock продолжает заданное движение по наклонной. Возможно, людям просто приелось теребить все тот же пластиковый гитаро-имитатор, и им хочется чего-то нового? О новой игре от команды, подарившей нам сериал Persona, известно не так уж и много. Это будет, на удивление, совсем не японское RPG, а приключение с элементами триллера. Главным героем станет рядовой офисный сотрудник Минсон, преследуемый старинным русским проклятием «Чтоб ты жил на одну зарплату». Действие игры разворачивается в двух мирах. Реальном, где Винсетт наслаждается всеми сторонами Адюльтера, и мире сновидений, где герои преследуют жуткие видения и овцы. В игре будет две девушки, Катерины, с различием в первой букве и несколько концовок. Но главным достоинством игры, на наш взгляд, будет... будут... Ну, в общем, вы поняли. В Японии игра выйдет уже этой зимой для Xbox 360 и третий PlayStation. А еще ее очень-очень ждут на Западе. Как вы думаете, почему? Три года назад в России вышло второе, и оно же последнее, дополнение к пятой части «Героев меча и магии». Помимо интересной расы орков, не владеющих традиционным колдовством, но усвоивших боевую магию, в игру наконец-то вернули кнопку «Wait», которую поклонники игры настоятельно выпрашивали у разработчиков больше года. За ожидание да воздастся! Сегодня на Канобу, как в Багдаде, все спокойно. Чтец, жнец и на дуде игрец с Веном Казе рассказал о своих любимых литературных произведениях, посвященных скитаниям человека в космосе. Гековед Нердовский провел наглядно сравнительный анализ внешности героев видеоигр и вполне себе реальных знаменитостей. Ну, а Бу в одном из воплей первым отрапортовал о том, что число подписчиков на наш канал на Ютубе достигло 8 тысяч человек. Мелочь, а приятно. Дорогие зрители, будьте активнее и не забывайте, что завтра подведение итогов на лучшую запись недели, поэтому у вас осталось не так уж много времени, чтобы написать пост всей своей жизни. А пока вы обдумываете, чему посвятить записки на манжетах, я уже подготовил свои. На этот раз мы помянем не слишком добрым словом отечественное игровое телевидение в передаче «Хождение по играм». Так что сегодня у нас с вами двойное свидание. Увидимся вновь на канобу.ру. Ваш Александр Глаголев. Ваш Александр Глаголев.